Легенды Крыма. Карадагский звон. Вот узкая легенда. Капитане Яне лежит у костра, смотрит на гору. Как Камбала, капитане Яне? А, Чатра-Патра. Плохо-неплохо. Куда идешь? В Карадаг. Там, говорят, в сегодняшнюю ночь слышен звон. Энас не алось охи. Один слышит, другой нет. Откуда звон? Из Кизельташа? Капитан Яне отворачивается, что-то шепчет. Оттуда, показывает он на море. Может быть, даже из Стамбула. Мы некоторое время молчим, и я смотрю на Карадаг. Отверстными спадами и пропастями надвинулся Карадаг на берег моря. Точно хотел задавить его своей громадой и засыпать тысячу подводных скал и камней. Как разъяренная бросается волна к подножию горного великана. Белой пеной вздымается на прибрежные скалы и в бессилии проникнуть в жилище земли, сбегает в морские пучины. Капитане Яне подбрасывает в костер сушняку и крутит папироску. Я ложусь на песок рядом с ним. А ты сам слышал? Когда слышал, когда нет. Темнеет. Черной дымкой подернулся от узкий залив. Черной мантией укрывает Карадаг глубины своих пропастей. Капитане Яне медленно говорит, вставляя в речь греческие слова. И я слушаю под шум прибоя рассказ старого рыбака. Слушаю о том, как под Карадагом был некогда город, и в залив входили большие корабли из далеких стран. Хроня-хроня, как бежит время. И как там, где ползет желтый шиповник, был прежде монастырь. Бедный монастырь, такой бедный, что не на что было купить колоколов. Как о мире, как о мире, бедняки были. Тогда в Судаке жил Стефан. Ариок Стефанос. И просили монахи святого Стефана помочь им. Но был беден Стефан и не мог помочь. Был беден, но смел. Не боялся сказать правду даже знатным и богатым. Не любили его за это царь и правители. И вызвали на суд в Истин-Палин, в Стамбул. В самую пасхальную ночь увозили его на корабле. Плыл корабль мимо Карадага. И вспомнил святой монахов. Вспомнил и стал благословлять монастырь. А в монастыре за утренним прибыл из города Анастас Астимас. Анастас правитель. Знали и боялись Анастаса на сто верт кругом. Фаверас Антропос никому не давал пощады. В те времена в стране был обычай. Кто под Пасху оставался в тюрьме, того отпускали на свободу. Не хотел Анастас исполнить обычай. Велел потуже набить колодки заключенным. Тиантропос, вот был человек. Узнал об этом игумен и не велел начинать службы. Титрехи, в чем дело, спрашивал Анастас монахов. Боялись монахи сказать, но все же сказали. Ох, строгий игумен, не начнет, если сказал, отпусти людей из тюрьмы. Скипел гневом Анастас, схватился за меч. Не идет в церковь, так сам пойду за ним. Выше в церкви было кладбище. Еще теперь можно было найти могилы. Только подошел Астимов к кладбищу, зашевелились могильные плиты. Отшатнулся Анастас, опустил меч. Отнялись у него ноги, не мог идти дальше. Анастаси Каби, Анастас, сделай, сказал чей-то голос. Может быть, было не так, но так говорят. Пирус к Севере, кто знает. Подошел к Анастасу игумен, упал перед ним. Анастас обещал сделать по обычаю. Открыл игумен церковную дверь и запели монахи. Христос Анести Экмекрон. Дошел голос Свято-Стефана и ответил он. Алиус Анести, в анисти на воскресе. Но не услышали монахи, а по молитве святого донесся на них откуда-то перезвон колоколов. Тавма! Чудо случилось! И объяснил игумен людям это чудо. С тех пор, сколько не прошло лет, всегда в ночь на Пасху слышен в коронаде Стефанов звон. Точно издалека приходит, точно вдаль уходит. Догорел костер, замолчал старый рыбак. Да, должно быть, пришла помощь. Сейчас зазвонят. Прислушался капитане Яне. А, Кузь, ты слышишь? И мне показалось, что слышу. Продолжение следует...